Какой класс здесь? У нас есть дизайнер. То есть перемешки. Все с разной школы? Окей. Я попросила бы вас тоже заинтересоваться. Почему? Потому что мы потом будем делать по телефону. По телефону. По телефону. По телефону. И по телефону. Вы же здесь, мне кажется, что у вас есть электронная почта. Вы, наверное, не все пользуетесь. Потому что электронная почта, она, в случае, не знаю, чтобы допустить ваше приложение для возвращаться. В общем, я пущу. Вы можете выдавать дебюту, номер фамилии, номер телефона вашего. Если она почта, и какой класс? Какая школа? Может, сейчас 10-й закончили 10-й, а 10-й, 10-й, 10-й? Может, у тебя закончили 10-й? Да. Да. У меня получится? Может, имя и фамилия? Меня зовут Джин Крис. Как вы записали на слайде. Я училась здесь. Я хотела бы вам рассказать вам про обучиться на бюджон. Почему я не училась в бюджон? Потому что, когда я заканчивала школу, у меня было таких возможностей, как у вас. Это было бесконечно. Давно-давно. И, когда мы заканчивали школу, мы тогда стремились попасть лучше в бюджон страны. На тот период, когда была УПСА, и когда я заканчивал, естественно, я хотела попасть туда, потому что там было образование по американским стандартам. Сейчас поступим туда. Давно-давайте раньше. На самом деле, раньше были очень высокие требования. Класса проходила 550. Вы знаете, кто-то сдавал или там не сдавал. Сколько? 150. По-моему, выражают, что... Вы АВТ, говорите. Вы АВТ сдавали. Проблема АВТ не было. В общем-то, а вот вроде АВТ. А в какой класс заканчивается? Я тогда сдала как раз внутренний вот этот... АВСЕЙ. Да, сколько у меня это стало АВСЕЙ. Раньше мы его АВСЕЙ называли. Внутренний тест для меня был 670. Это был просто максимальный. И благодаря этому я... Там же все учатые олимпиады. И когда я на республиканских сдаваем места получила, я получила 8-8 скидку в УТА. И на тот период я платила всего 10 долларов в год. Поэтому супер-супер повезло. Но на самом деле, у меня еще был такой большой-большой труд, который был возник. Почему я сейчас тоже занимаюсь обучением в УТА? Потому что после окончания вуза я ездила в другие страны, я работала в УТА. Я работала в УТА как волонтер, я работала по контракту. Я работала как бы на Италии в горячей точке. В горячей точке я работала еще в таких городах, как Пекин. То есть большой город совсем с другим языком, с другим культурой. А везде, куда я ездила, там были... И они всегда заводили за едил знакомых, которые либо приезжали туда, учились в другие страны, либо у которых был какой-то опыт обучения за веком. И я тогда подумала, что у них намного больше возможностей сейчас. И в тот момент, естественно сейчас, потому что у них уже в строчке была резюме. Если он учился в другой стране, значит он учил, значит он знает больше, но его опыта больше. Конечно, почему, что и как, я вам еще раз вам объясню. В итоге всего моего опыта работы, я еще узнала на парень, который помогает студентам сейчас в реализации мечты. То есть это поехать на учебу за рубеж. В разные страны, в разные условия. И прежде чем это сделать, конечно, очень многие должны понять, что это не легко. Почему? Потому что, на самом деле, если вы хотите, допустим, конечно, вы знаете, что такое гады, по-моему, с вашими вещами. Те, которые туда поступают, они готовятся для дамы. Они готовятся осознанно, потому что это требует очень много усилий, подготовки к тесту. Это на самом деле очень большой труд. Поэтому они уходят из этой зоны того, что они отказываются от каких-то вещей. Да, допустим, идти поиграть, не знаю, компьютерные или пустоваться, еще что-то. Но есть, конечно, люди, которые не столь, не с таким большим конкурсом, но куда можно поступить и где, в принципе, получится хорошее образование. И где, в принципе, обучение не сильно дорогой, которые могут по себе позволить ваши любители игры. У нас уже очень большое количество студентов в равных частях, которые уже учатся, успешно поступили. Кто-то даже поступает, а потом переводится на бюджет или подсказан на бюджет. Поэтому очень хочется сказать, что вам нужно подготовиться к тому, что вы уже не должны внести любую жизнь, которую вы вели до сих пор. Вам нужно сейчас заниматься чем-то больше. И то, что вы сейчас на этом майнере, конечно, это большой ваш вкус, потому что вы всегда пришли на жизнь за нами. И получить еще дополнительное направление в этот багаж, который вам поможет в будущем. Поэтому приготовьтесь к тому, что, если вы хотите покупать бюджет, то вам необходимы какие-то требования. И выйти в зоне комфорта, естественно. Почему же все-таки стоит учиться в бюджет? И вы понимаете, когда я приведу несколько примеров из студентов и факторов, на самом деле сейчас, как вы даже замечаете, конкуренция растет очень, как бы, сложнее становится, да? На рынке туда они все работают, сложнее становится, даже можно поступить. Почему? Потому что количество мест в университете сильно не меняется, но количество студентов растет. И почему в гарвард сложно поступить? Потому что там ограниченное количество мест, но с каждым годом больше и больше кандидатов, в которых надо туда попадать. И с каждым годом они меняют эти требования по поступлению, да? Поэтому вам нужно понимать, что, когда вы будете, естественно, готовиться, то вам нужно поставить себе цель, да? То есть насколько вы готовы вложить и времени, и каких-то часов, и еще финансовые ресурсы для того, чтобы поступить вехать уже гораздо больше. Но те, которые в итоге заканчивают, конечно, на рынке, они в награде свои университеты, естественно, то они получают очень хорошее предложение. Компанию проводят 8 лет, чтобы устроиться. У нас даже в Казахстане, в реале, вы увидите, что те, кто закончил зарубеж, им больше охоты и, скажем так, им легче найти работу, да? Больше охоты быть работодателем. Потому что работодатели видят в них, что у них есть иностранный опыт, что они очень много чего видели, научились и привезли с собой. И, на самом деле, зарубежный диплом больше и больше котируется, да, чем наши. Потому что наши, к сожалению, известны по репутации, что учиться может быть не так сложной, что не приходят в город, да? Поэтому диплом зарубежный, он вам охотится стоить. Причем не только для вас лично, но и для страны. Потому что иногда меня, как вы сказали, вы управляете всех, а кто будет работать в стране, кто останется в стране. На самом деле люди возвращаются. И вернуться на родину вы сможете всегда. Но уехать вы не сможете всегда. Почему? Потому что со временем будет сложнее, со временем меняется политика. Мы не знаем, кто вдруг захочет закрыть какие-то границы, там или поставить квоту, там или что-нибудь еще. Какое-то правило придумать, да? Поэтому люди, которые уезжают в рубеж, они все равно отправляют либо, скажем так, финансовую помощь в рубеж, или сами приезжают, какие-то тут новые проекты запускают, помогают здесь молодежи, проводят уже тренинги. То есть есть вот братья. А вот это относится для вас лично, конечно, он еще больше, потому что вы уезжаете в рубеж, вы получаете, естественно, трудоустраиваясь там, у вас зарплата выше гаража, вы получаете тот багаж, это как стажировка, для обмен опыта, это друзья в разных странах, то есть вы видите другие страны, посещаясь. То есть это то, что вы не можете здесь получить. Даже если вы поступаете в местный бюст, даже если вы поступаете в обедушку. Здесь, к сожалению, местные бюсты не могут дать вам этот опыт, опыт exchange, опыт international experience и network. Network здесь, то есть это ваши контакты, ваши сети, здесь это, по сути, такие же студенты, как и вы, да, сильно не отличающиеся от вас. Да, конечно, есть различные вообще, но, когда вы будете за рубеж, у вас друзьями вашими становятся студенты из других стран, как минимум какие-то другие европейские страны, другие континенты, регионы, которых здесь вы бы никогда не встретили. И в итоге эти люди потом становятся нашими контактами. Какой-то вопрос, какой-то, не знаю, вы запланировали путешествие, вы можете им позвонить и сказать, я вот к вам скоро приеду и давайте встретимся. На самом деле, у меня было несколько таких случаев, когда я волонтерировала Никедонии, и после волонтерства я съездила в Польшу в поляске своей подруги, потом съездила в Испанию, в Коспанке, она скоро едет сюда, мы, кстати, в Юлии. Я съездила в Юлии, где тоже встретилась с сестру с другим, который познакомился с Никедоном, и в Кидае тоже встретилась девочка, тоже с которой подружилась с Никедоном. То есть, как видите, да, то есть это потом очень сложно. Через контакт с Таинской, и вы можете поддерживать связь, и они вам очень полезны. Как мы помогаем в нашей организации? То есть, мы уже отправили более 100 студентов, а работаем с 2015 года. Они учатся в разных производствах. В Азии есть, в Корее, в Малайзии, в Китае, есть в Европе, в разных странах. Вот сейчас мы продляем в Америку и в Канаду. А в Великобританию есть несколько студентов, причем в этом году мы отправили даже группу школьников, примерно ваш возраст, отправили на весенние каникулы. На неделю, это был взрыв мозга для всех, учительница писала аудио, отправляла в группу в WhatsApp и говорила, что первый день студента не успели закончить первый учебный день, и они тут уже не хотели улучшаться домой. Потому что им настолько все нравится, настолько все было по-другому, кардинально. Потому что вы видите отличия в отличии, да? Вы видите, что люди такие, типа, заборы, да? Вы видите, что люди улыбаются, извиняются, там, просят прощения и, там, просят с очень большой любезностью, да? То есть очень-очень весело, и увидев эту культуру, эту испытательную культуру, это вам раскрывает вот так вот вашу культуру. Да, и кругозор, и мозг, и вы понимаете, что, вау, у Касы есть и другие нормы, да? Потому что кто сейчас на культуру находится, это наша зона комфорта, это наше нормы. Когда мы испытываем и видим что-то другое, мы расширяем эту зону, и в итоге понимаем, что Акасы Мир это больше, чем вот, ну, кружочек, да? Мир, и Касы, еще, еще больше и дальше. Мы помогаем студентам, когда кто приходит, естественно, каждую дату, вот первичная презентация, мы пришли, вам нужно советовать, вы хотите узнать, что, и как, куда поступать. Дальше, совмещает, какие мы выбрали программы, мы помогаем с выбором программы, мы помогаем с выбором ВУЗа, мы помогаем уже с подачей документов, с подготовкой документов, а подготовка, что документ это поступление ВУЗ, это не простой процесс, вам нужно правильно уметь оформить документы, вам нужно знать, где какой документ получить, и как его подготовить для подачи. Естественно, после поступления ВУЗ, если страна требует визу, вам нужно подготовить документ отдельно, который нужно обновить. Со всеми этими протидорами мы помогаем и готовим студентов, и даже перейдем, там даем инструктаж, как проходить программический контроль, как проходить паспортный контроль, как проходить транзитный трон на ларпорту, что делать по прибытии, куда ехать, кто встречает и так далее. То есть, практически, после выезда, да, после пролета даже мы потом связались со студентом, спрашиваем, как они сдали сессию, как они освоились, спортировались и так далее, да? У нас есть оплата, да, за услуги, она может делиться на отдельный конкретный документ, например, если вы хотите, вот, мне нужна помощь только с СССР, это отдельно, мне нужна помощь со всем целым пакетом, целый пакет у нас будет пока филово, то есть, и туда все входит, и больше ничего не докачиваете. Есть отдельный пакет документов, это нужно уже смотреть, как это нравится. Что мы делаем еще, как мы помогаем? Мы участвуем в таких вот мероприятиях, если нас приглашают, поэтому спасибо большое, очень нравится, чтобы вы все вернули в мероприятии, дали возможность вам рассказать. Что мы делаем? Мы проводим презентации, у нас в следующий вторник, вот 19 июля, переведет представитель группы «Развитация на британских вузах», она будет рассказывать о возможности поступления в британские вузы, не только на фаундэшн, не только на первый вуз, о том, какие там есть программы, какие программы со стажировками, какие программы там имеют стопроцентную трудоустраиваемость, поэтому я приглашаю вам прийти, поэтому запишите в свой, в этот список, по которому вы тоже получите информацию. На презентации, естественно, мы приглашаем всех наших партнеров, они по очереди, обычно приезжают в разный период, мы делаем в одном анонсе, рассылку, и вы непосредственно получаете информацию с первых вы, от самих представителей, вы даете любые интересующие вас вопросы, советом приходить с родителями, потому что у родителей могут быть совсем любые вопросы, которые есть, финансовые, безопасность и так далее. Всегда мы предоставляем наши консультации бесплатно, то есть некоторые, которые у вас приходят, сколько у вас там, мы нас время знали, это и так далее. В основном, у нас бесплатно, мы можем включить в любое время, как консультироваться, но возможно, здесь информация, которые у нас есть, чтобы вы поняли, ну, что теперь делать, как они теперь готовятся, что вам нужно для того, чтобы начать этот процесс. Самостоятельность, наши помощи, то есть, их решать это сами. То есть, наши, скажем, наши, 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 помогают вам сэкономить здесь время и делать все быстрее и спокойнее для вас. Есть студенты, которые делают это самостоятельно, это абсолютно нормально, это ваш выбор, мы будем услышать консультацию, и мы, как мы сказали, на 15 числа. Также мы проводим семинары, именно платные и бесплатные, на различные темы. Например, как написать информационный эссе, и что это такое, допустим, да, потому что очень часто в ВУЗе требуются эти письма, где вы мотивируете, где вы рассказываете, почему вы хотите к ним поступить, на эту программу, на эту специальность, почему вы хотите не учиться. Как подготовить рекомендацию письма? Наступит момент, когда вам нужно обратиться к учителю и попросить рекомендацию письма. Мы столкнулись с тем, что очень часто преподаватели говорят, а подготовьте вы сами, да, то есть вы напишите, а я подпишу, проверю, и сделайте это время. На самом деле, это не так и дело. Есть специальная методика, которая помогает грамотно создать рекомендационное письмо, и потом, естественно, подписать преподавателю. Она будет выглядеть лучше, чем если вы написали вы сами, да, то есть и все документы мы проверяем, все это соблюдательно объективно. Также вот у нас появится семинар по финансам, то есть что делать студенту с оплатой, с деньгами, когда вы здесь, при оплате за учебу, при оплате за потребность долларов, что делать с деньгами, как вообще быть, когда вы едете туда. Потому что очень много вопросов развлекает, и с нашего опыта мы видим, что, оказывается, эту информацию нужно разъяснять, разъяснять, объяснять, и чтобы вам было понятно, чтобы чувствовать себя более уверенно. Когда вы будете уже здесь подавать, оформлять свой вкус, и когда вы поедете туда за рубеж, вы точно будете знать, что делать с вашими программами и как делать так, чтобы вы не перетратили с экономиками и программами на финансы. Какие у нас есть программы? Какие программы бы вам посоветовали? На самом деле есть больше, чем лето, потому что здесь категория 9-21 классов. Для вас категория, которая подходит в программу, это каникулы, каникулы за рубежом. Они могут быть легкие, сейчас у нас придет набор на летний лагерь на Кипре. Весной у вас съездила группа школьников с учительницей, то есть можно так и в любой период, на беседе каникулы, осенние, зимние, на ваш вкус. Можно самому поехать, можно в группы, с друзьями, с родными, с мамой, с дядей, с тетей, с сестрой, тоже это возможно. Также есть бакалавр, то есть те, которые, допустим, уже 11 класс, становятся, мы советуем уже приходить на консультацию, если не сейчас рядом, то однозначно 8 сентября, чтобы вы получили уже информацию в начале и начали готовить правильно такие документы, и вы уже в итоге настроились на поступление. На бакалавр можно поступить сразу, у них так уже требуется подготовительный год, подготовительный курс, какие-то программы или каких-то странах, естественно, на консультацию все это объясняют. И, естественно, подготовка, о которой я сказала, в некоторых вузы, в некоторых странах невозможно поступить сразу на первый, если вы знаете язык, или если у вас недостаточный уровень, не знаю, может, один, немножко не специальный уровень, недостаточный уровень языка, то есть английский на тяги языка, или вообще не знаете, да, там определенный язык, какие-то программы, какие-то стенды, вы уже об этом рассказали и говорили, но для вас получается, что после школы, пока выучить здесь можно на книгу, после школы можно на бакалавриат или на подготовку в вуз. Есть, кстати, и летние программы подготовки, в Европританию очень популярный программ подготовки в Оксбридж, как Оксбридж, как Оксбридж, как Оксбридж, да, то есть, если вы имеете эту слову, и создаете такую терминологию, как Оксбридж, есть специальная подготовка только в вузы, как в Америке, так и в Европритании. Естественно, они плавные, но они тракосрочные, очень-очень интенсивные. Вы туда едете, и у вас, опять говорю, взрыв-моркер, вы получаете массу полезной информации, и вы уже точно знаете, как вам провести там оставшуюся год или два в школе для того, чтобы нас иметь новую информацию. Увеличить ваши шансы для поступления в бизнес. И в один из двух школ. Куда мы будем поехать? У нас на самом деле, когда вы идете на сайт, мы заберем потом взять язык, я думаю, вы сейчас посмотрите. На сайте вы увидите, когда вы зайдете на отдел учения с надежком, выиграете высшее развивание, там вы видите страну, вот Адамьяк. На самом деле, то есть это регион 2004, популярный, это Великобритания, у нас где-то, где вы туда учатся. Почему? Потому что там сейчас даже есть программы «БУК», очень часто, почему «БУК», потому что она очень интенсивная. Есть программы, где после уничтожения 3 года, и вам, например, еще оплачиваем стажировку в течение учебы, это считается вашей результат. Программы обучения. Есть программы, где вместо последнего года у вас стажировка, то есть они очень разные программы «БУК». В Европе очень много района стажировка, поэтому, естественно, по каждой из них получилось, как бы идти, про консультацию, не по МАЗИ, но есть более экономические, более бюджетные варианты, есть чуть-чуть дороже, и что вам подходит, что вам будет по цене, по языку или по культуре, вместе с нами, обсуждаемые консультации. В Азии, как я говорила, это и Корея, это и Япония, и Малайзия, и Китай, и Китай. Сейчас еще Канаду набирает оборот, в США у нас тоже есть, хотя в США это очень круто, но студенты уже едут. И, как я сказала, когда вы едите, допустим, очень многие сейчас даже взрослые приходят и говорят, а вот мы хотим уехать в США, да, то есть у меня ваш город, когда мы хотим уехать, я говорю, ну, мы не знаем, что мы будем сюда. К сожалению, это невозможно. Если вы хотите, как вы, допустим, уроковец, вам желательно получить образование там. Почему? Потому что там ваш работодатель, он знает местные люди, он знает котированность, он знает, что в том уровне буду хорошо образовывать люди. Естественно, вам их индивидуал, кто будет стоить в месяц, они будет гораздо легче. Потому что они не знают наши люди, они не знают, как у нас попадают, какой у нас уровень образования, качественные образования. Поэтому они будут в запасе относиться, скорее всего, выбирают. Выбор того, кто хочет. Твой труд, который они поправим не спешим. То же самое и в Италии, в Канаде. Он знает, да, только если вы не заботитесь в топовых вузах, или в ключах, которые знают из них. Почему еще стоит ли получить образование? Потому что там такие возможности, у меня тоже здесь нет. За рубежом очень много проводится различных мероприятий, на которых студенты могут получить опыт. Опыт стажировки, опыт волонтерства, опыт работы. И даже просто пойти там помочь, или просто увидеть. Это один из наших студентов, который оставил здесь университет после третьего курса. Он приходил с мамой. Они сказали мне, я говорю, может, ты забрешься, а потом пойти в институт? Он говорит, нет, мы не хотим, мы будем учиться заново. Я не стала говорить, потому что они, как бы, меня пытались убедить в том, что нет. Отправьте нас. Причем, студент мучается на Куре Режиссуры. Он осознанно оставил здесь семью детей. Поехал в Чехию. Он хотел поступить в университет искусства. Он поступил, но в частном. Вообще, в Чехии образование бесплатное. На информации. На основном, студенты туда едут, поступали на бюджет. После заведенных курсов. Но у него был короткий курс. То есть, естественно, он поступил в государственном музее сложнее. Потом он поступил в частный. Но! Даже поступив в частный музей, он объездил там рядом страны. Германия, Австрия, Польша, Польша, Достойный, Бомедан. И это его фотография из Бадминалии. Бадминалии таким фестиваль, который был в Лиме. Поэтому, как бы, попасть отсюда на этот фестиваль, было бы, во-первых, десятки раз дороже. И еще, как каждый раз, сложнее. Находясь там, в этой зоне, у нас есть очень много возможностей путешествия, участие в личных отдачах, допустим, мероприятиях, как волонтер, как стажер. Просто пойти посмотреть, гораздо больше чем здесь. Потому что у нас тоже, ну, пока еще раз, мы учим в Лиме. Он учится на Чештах сейчас. Если можно, я чуть-чуть. Мне кажется, ребята, в целом, про бенефикс. Знают? Наоборот, знают. И наоборот, всегда хотят. Потому что такое поколение. Может, мы больше именно про универ, где есть гранты, где нет, какие программы по мейджерам. А там, может, входят в универсивную кинематографию, а при этом в вузы в семейной бизнесе. Именно в группу практику. Потому что все спикеры будут приезжать за рубеж, участвовать в программах. Да. Да, главное, чтобы именно про университет. Просто... Кейс-бейс, да? Хорошо. Так, вот по кейсам то есть все. А кто, кто хочет на медицину приступать? Я так. Ух! Когда говорят на медицину, я так... Дыхание, девушка. Почему? Потому что это супер-сложно. Вам поязычный страх. Но это возможно, и можно бесплатно учиться в Чехе. И я рекомендую в Чехии, потому что многие хотят в Европе, на английском. Это будет дорого. Это будет дорого, поступить сложно. Но в Чехии реально есть возможность поступить на медицину, а медицина там бесплатная. И в Чехии, на самом деле, вообще в Европе сейчас нехватка кадров. Более того, нехватка кадров придет даже в таких, которые знают языки. Поэтому у Москвы лет учить языки. Допустим, если вы собираетесь в Европу, особенно в Чехии, немецкий, это будет прям большой большой курс. А знание языков, китайский и корейский, вас все равно выделят из двух массовых институтов, которые поможут вам приобретать конкуренцию. В Чехии очень еще сильно развиты, допустим, технические специальности, потому что они работают с ПМВС, Морседес, и свои тоже автомобили ездят в таких, как Шкода. Очень, кстати, развиты еще сельскохозяйства. Почему-то, потому что они стараются делать экологически чистыми. Уважно, получается, он будет в том, что он появится в двух часах.